Приветствую вас. Я думаю, что для начала нужно обсудить природу ваших чувств к мужчине, который старше вас на 14 лет. То есть, что это за чувства к мужчине, что эти чувства из себя представляют, условно говоря, то есть, ну, какие аспекты, какие моменты они представляют это чувство, да, то есть, какие они. Вот. И, соответственно, дальше уже можно будет о чем-то говорить. Вот. Пока что ситуация складывается таким образом, что вы говорите о чувствах к мужчине, но не совсем понятно, о каких конкретных чувствах идет речь. То есть, о каких конкретных чувствах к мужчине у вас идет речь? Что именно вы, ну, например, да, чувствуете к мужчине? Если это, соответственно, любовь, то это одно дело. Если это любовь, если мы говорим о, ну, о каких-то других моментах, то это также важно преследовать, на мой взгляд, потому что это важно, это важно. Важно именно для, ну, для вас, для понимания всей ситуации в целом. Вот. Так что, вот определиться. Сперва нужно определиться с чувствами, с тем, что они, ваши чувства из себя представляют. Вот. И, посмотрите, что вам, что вам хочется. А, не вынося сейчас, а, таких окончательных решений и усуждений. Я просто могу сказать, что по общему правилу, если возникает симпатия к мужчине достаточно, вот, старше вас, то тут может быть история с детско-родительскими отношениями, вот. То есть, с отношениями, например, к отцу, связанным с вашим собственным взрослением и так далее. То есть, это мы ведем речь сейчас о, своего рода, инпринте. Вот. И, соответственно, инпринт, это запечатление. Вот. На мой взгляд, таким образом, очень важно понять, вот, природу ваших чувств к, ну, к человеку. Вот. И, тогда, в общем, ситуация будет, гораздо, на мой взгляд, лучше выглядеть, и гораздо лучше будет, вами, пониматься и приниматься. Конечно, конечно, ни о каком, ни о каком подавлении речи не идет. А, вот, ни о каком подавлении речи не идет. Так, подавлять ничего не нужно. Но, тем не менее, тем не менее, необходимо раскрыть ваши чувства и поработать именно с ними, чтобы определиться желаниями. Вот. То есть, тут, в принципе, нет ничего плохого, в том, что у вас есть, чувства, когда генерал помол человеку. Важно раскрыть их природу. И важно понять, а какие именно страдания вы испытываете. Вот. Вот. В принципе, так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. я желаю вам всего самого доброго и удачи. что вам понравился, вам понравился. спасибо. Я надеюсь, Продолжение следует...